всем привет на обзоре юни тренд новинка you to 39 и плюс в комплекте поставки неплохого качества шубы на 20 ампер термопара для измерения температуры небольшой буклет где производитель приглашает посетить сайт сертификат соответствия с датой март двадцатого года руководство пользователя к сожалению только на китайском языке сам прибор достаточно компактного размера неплохое качество изготовления в том числе и качество самого материала селектор переключается нормально ровно без никаких заеданий или случайных проскальзываний эластичный бампер в целом традиционно отличное качество изготовления прибор позволяет коммутировать ток максимум до двадцати ампер не более 10 секунд через каждые 15 минут опорная ножка открывается закрывается с четкой фиксацией также отличная фиксация на плоскости на мой взгляд не есть хорошо что доступ к элементам питания имеется только через снятие резиновой окантовки но благо то что прибор работает от двух элементов питания стандарта 2 а также для долговечности бронзовая резьбовая вставка гнезда шубов видим открытый насквозь держите прибор в чистоте во избежание попадания влаги и пыли во внутрь корпуса защита тут организована неплохо для каждой цепи коммутации отдельно свой предохранитель качество платы и качество пайки также все отлично флюс не вижу следов прибор работает на микросхеме dm1106 бэн пробуем первый запуск прибора и на что хочется обратить внимание это внушительных размеров счетчик измерения разрядность он тут почти рядом с профессиональной серии 61 теперь подаем постоянное напряжение и как видим почти почти схожие показания измерения также почти одинаковая скорость отклика остальные параметры измерения все тоже почти одинаковые с более серьезным аппаратом 61 серии достаточно быстрое измерение элементов питания при измерении переменного напряжения бытовой сети видим значение 218 вольт и значок предупреждающего опасного высокого напряжения в данном режиме нет возможности переключения в режим измерения частоты кнопкой hold можем фиксировать значение измерения а удержание кнопки позволяет включить приятную подсветку дисплея следующий режим ncv так называемый тест скрытой проводки данный режим работает в двух диапазонах первый это и f high с меньшей чувствительностью но очень хорошая повторяемость на заданном расстоянии а вот в режиме и f low здесь уже более высокая чувствительность и тут как видим чем ближе приближаем к источнику электромагнитного излучения тем интенсивнее свето звуковое оповещение в том числе и число индикации на дисплее далее это режим измерения микроамперов очень хороший диапазон это до двух миллиамперов далее идет режимы миллиамперов первое ограничение это до 20 миллиампер и на втором режиме не более 200 миллиампер теперь в коммутации силовых токов сперва переставляем щуп и в данном режиме можно измерять почти до 20 ампер тока следующий режим это коэффициент усиления транзистора далее это режим измерения температуры температура набирается мгновенно в том числе точно также и быстро остывает далее идет режим измерения частоты не знаю можно ли измерять такие низкие частоты но как видим показывает 50 герц бытовой сети но и в данном режиме не увидел под режимов измерения скважности следующее положение селектора это режим измерения конденсаторов и как видим измеряет достаточно неплохо далее смотрим желтый конденсатор тут тоже гораздо быстрее а вот нанофарады тут он измеряет очень быстро а вот пикофарады все то что ниже 100 пикофарад прибор не может увидеть не знаю это только у меня но вот все что выше 100 пикофарад уже нормально измеряется далее идет режим измерения на на siemens то есть это единица измерения электрической проводимости рядом сперва это прозвонка и как видим все достаточно быстро и громко в режиме тестирования диода видим проседание напряжения в том числе дублируется светом и звуком очень удобно в тестировании светодиодов смотрим светодиоды нормально зажигает но нет к сожалению проседание напряжения и в том числе не дублируется звуком смотрим также какое напряжение выдается на шипах и это три целых два с лишним вольта в следующем режиме можем измерять сопротивление на примере резистора 47 он далее идет вот такой резистор с малым сопротивлением и как видим все четко измеряет а сопротивление прибор может измерять максимум до 200 мега он теперь небольшой такой тест попробуем на каком напряжении прибор будет стартовать и два целых пять прибор уже нормально работает но при этом обратите какой маленький ток потребления всего одна целых три миллиампера с таким маленьким потреблением от двух элементов питания прибор в принципе может вытянуть спокойно если не пару лет но как минимум хотя бы один год скажем так достаточно активного использования теперь еще такой тест потребление тока фоновом режиме выключенном состоянии как видим все нули в том числе нули и в микроамперах то есть нет никакого потребления тока выключенном состоянии и это очень и очень хорошо и еще одна функция смотрим на экране значок автоотключение чтобы его удалить выключаем прибор нажимаем кнопку select удерживая включая прибор и теперь этого значка нет и прибор может бесконечно работать вплоть до опустощения элементов питания без автоматического отключения а подсветка тут гаснет быстро не знаю можно ли его тоже как-то перевести в ручной режим включения и отключения то прибор в любом случае получился очень даже неплохой за свою цену осталось что непонятные задавайте вопросы поддержите развитие канала любым комментариям лайком подпиской всем спасибо за просмотр господи и